Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! У нас с вами очередной урок русского языка и проведу его я, Раимбаева Тамара Абдувахабовна. И сегодня у нас урок по развитию речи. Тема нашего урока – текст изложения. Сегодня на уроке мы будем учиться формулировать основную мысль текста, будем учиться выделять в тексте главную и второстепенную информацию, будем учиться сжимать текст, сохраняя основную мысль на основе исходного текста. А для этого, ребята, давайте вспомним, что такое изложение. Изложение – это письменная работа, в которой необходимо по памяти изложить текст. Но важно передать содержание так, как это написал автор. Но мы с вами сегодня будем писать сжатое изложение. Сжато произошло от слова «сжать», то есть сократить, уменьшить в объеме. Сжать можно за счет того, что мы исключим и уберем из текста детали, подробности, обобщим отдельные факты, действия, но при этом мы должны с вами сохранить основную мысль текста. Вспоминаем, ребята, что такое текст. Текст – это группа предложений, которые объединены одной мыслью и темой. Любой текст должен иметь заголовок, начало, основную часть, концовку. В любом тексте должна быть тема, то есть то, о чем говорится в тексте, или идея, иначе основная мысль текста. Об этом мы еще поговорим сегодня с вами. Чтобы нам написать изложение, нам необходимо научиться делить текст на микротемы и составлять план. Что такое микротема? Микротема – это несколько самостоятельных предложений, связанных друг с другом определенной мыслью. В то же время, каждая часть микротемы связана между собой основной мыслью текста. Сколько в тексте микротем, столько и абзацев. Запомните, ребята. Часто микротемы выделяются в отдельный абзац, то есть начинаются с красной строки. Запомните, ребята, в плане столько абзацев, сколько микротем. Каждый текст или рассказ делится на несколько частей. Это завязка, кульминация и развязка. Любой рассказ имеет завязку, то есть это событие, с которого начинается действие. Кульминация – это момент наивысшего напряжения в тексте или в рассказе. И развязка – это окончательное действие, завершение того, о чем говорилось в тексте. Как правило, развязка находится в конце текста. А сейчас, ребята, откройте свои тетради для словарной работы и запишите эти слова и выражения, которые нам помогут вспомнить наш текст. Пристально – пристально, значит, сосредоточенно, напряженно. Смотреть пристально, не отрывая глаз. Следующее слово – искоса. Смотреть можно не прямо, а искоса, то есть скосив глаза. Куцый – это значит слишком короткий хвост. Например, у зайчишки куцый хвост. Куцый хвост – это лексически неделимое словосочетание. Слово куцый может употребляться только со словом хвост. Нельзя, например, сказать куцое платье или куцое пальто, потому что куцый хвост – это лексически неделимое словосочетание. Ну а сейчас, ребята, мы прочитаем с вами текст и озаглавим его. Когда я буду читать текст, вы представляете себе мысленно все то, о чем будет говориться в тексте. В траве городского парка прижалась к земле и затаилась кошка. Она пристально следит за стайкой воробьев, прыгающих по дорожкам около кустов в поисках пищи. Воробьи – умные и осторожные птицы. Отлично знают своего злейшего врага и близко к нему не подлетают. Наконец, кошке надоело ждать. Она делает громадный прыжок, очень ловко подскакивает в воздухе и пытается перехватить вспорхнувшего воробья. Но поздно. Воробей благополучно улетел, правда, лишился хвоста. Кошка прищурила зеленые глаза, обиженно отвернулась, сделав равнодушный вид. И только искоса поглядывает на воробьев, тревожно чирикающих между собой. Теперь понятно, откуда в городах берутся куцы и воробьи. Итак, ребята, о чем этот текст? Какова тема этого текста? В этом тексте рассказывается о том, как кошка охотилась на воробьев. Значит, наш текст так и можно назвать «Кошачья охота». Ребят, вам понравился этот текст, рассказ? Я думаю, что понравился, потому что нет ничего интереснее, чем наблюдать за нашими любимыми питомцами. Скажите, пожалуйста, а является ли это текстом? Конечно, это текст, потому что у него есть все признаки текста. То есть у него есть заголовок, и мы дали этому тексту заголовок «Кошачья охота». Есть начало, есть основная часть. Кстати, ребята, в любом сочинении или изложении основная часть самая большая, поэтому она и называется «Основная часть». Также в нашем тексте есть концовка, тема и основная мысль или идея. Ребят, а какова тема этого текста? О чем говорится в тексте? Тема – это то, о чем говорится в тексте. Тема, как правило, выносится в заголовок. Тема о том, как кошка охотилась на воробьев. А какова основная мысль текста? То есть авторский замысел, какую идею или мысль автор хотел донести до нас с вами. Основная мысль текста такова – охота кошки оказалась неудачной. А как бы вы озаглавили текст? Мы с вами озаглавили этот текст «Кошачья охота». Но можно было бы его и назвать «Кошка на охоте» или «Кошка и воробьи». К какому стилю речи принадлежит текст? Стиль речи художественный, тип, повествование. Потому что в этом тексте рассказывается о чем-то. А теперь, ребята, давайте будем с вами делить этот текст на микротемы и составим план. Мы уже с вами сказали, что микротема – это маленькая часть основного целого текста. Итак, будем делить часть на микротемы. Каждая микротема будет представлять собой пункт плана. Сколько в тексте микротем, столько пунктов будет иметь наш план. Итак, первая микротема – в поисках пищи. Вторая – воробьи, осторожные птицы. Третья – неудачный прыжок. Четвертая – откуда берутся куцы и воробьи. Мы с вами разбили текст на микротемы. И вот у нас получился план из четырех пунктов. Запишите опорные слова и выражения, которые помогут вам написать наше изложение. Итак, что делала кошка? Она затаилась, помните, да, ребята? В траве городского парка затаилась кошка. Что еще делает кошка? Она пристально следит за стайкой воробьев. Еще что она делает? Она подскакивает, чтобы схватить воробья. А затем кошка что сделала? Прищурила глаза и искоса поглядывает на воробьев. Какие же воробьи у нас? Что они делают? Воробьи у нас прыгают по дорожкам в поисках пищи. Воробьи у нас – осторожные птицы. Они знают своего злейшего врага и близко к нему не подлетают. Воробей у нас что сделал? Спорхнул и благополучно улетел. Эти опорные слова и выражения, ребята, вам помогут восстановить текст. А теперь, ребята, мы будем с вами сжимать текст, то есть сокращать его. Мы оставим только те слова, словосочетания и предложения, без которых данная микротема или микротекст обойтись не смогут. Итак, будем сокращать наш текст. В траве в парке затаилась кошка. Она следит за стайкой воробьев, прыгающих в поисках пищи. Мы оставили только те слова, словосочетания и предложения, без которых данный текст обойтись не может. Но при этом важно, ребята, сохранить главную мысль, которая имеется в этом тексте. Давайте посмотрим, что у нас получилось после сжатия данной микротемы. В траве в парке затаилась кошка. Она следит за стайкой воробьев, прыгающих в поисках пищи. Будем сжимать, сокращать вторую микротему. Воробьи, осторожные птицы. Они знают своего врага и к нему не подлетают. Кошке надоело ждать. Она делает прыжок, подскакивает и пытается перехватить вспорхнувшего воробья. Итак, ребята, мы оставили только те слова, предложения и выражения, без которых данная микротема обойтись не может. Посмотрим, какой текст у нас получился после сжатия. Воробьи, осторожные птицы. Они знают своего врага и к нему не подлетают. Кошке надоело ждать. Она делает прыжок, подскакивает и пытается перехватить вспорхнувшего воробья. Сжимаем третью микротему. Но поздно. Воробей улетел, но лишился хвоста. Кошка прищурила глаза, обижена, отвернулась и искоса поглядывает на воробьев, чирикающих между собой. Мы сократили текст, но сохранили основную мысль этого текста. Давайте посмотрим, что же у нас получилось после сжатия текста. Но поздно. Воробей улетел, но лишился хвоста. Кошка прищурила глаза, обижена, отвернулась и искоса поглядывает на воробьев, чирикающих между собой. И давайте теперь сократим четвертый текст, четвертую микротему. Теперь понятно, откуда берутся куцы воробьи. И вот, что у нас получилось после сжатия текста. Теперь понятно, откуда берутся куцы воробьи. Итак, ребята, мы сжали с вами текст, но при этом мы сохранили основную тему и основную идею этого текста. А теперь давайте прочитаем и перескажем сжатый текст. В траве парка затаилась кошка. Она следит за стайкой воробьев, прыгающих в поисках пищи. Воробьи – осторожные птицы. Они знают своего врага и к нему не подлетают. Кошке надоело ждать. Она делает прыжок, подскакивает и пытается перехватить спорохнувшего воробья. Но поздно воробей улетел, но лишился хвоста. Кошка прищурила глаза, обиженно отвернулась и искоса поглядывает на воробьев, чирикающих между собой. Теперь понятно, откуда берутся куцы воробьи. Наш текст первоначально состоял из 93 слов. Сжатый текст состоит из 60 слов. То есть мы сжали текст на одну третью часть, но при этом мы сохранили тему и идею текста. Итак, ребята, сегодня на уроке мы учились формулировать основную мысль текста, учились выделять в тексте главную и второстепенную информацию. Мы с вами учились сжимать текст, сохраняя основную мысль на основе исходного текста. А теперь запишите домашнее задание. Домашнее задание написать сжатое изложение по плану «В поисках пищи воробьи – осторожные птицы, неудачный прыжок и откуда берутся куцы воробьи». На этом наш урок закончен. Всего доброго. До свидания. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Уйарда сене исмин, ва манабо и моджи. Ой, бускутерну коло юзи дадей кене ма? Он и кода бергеныш керек ма? Он ма, акулдан ось кем ма? Эх, там он. О юзи кем ось кешер дадей кене ма кен. Барып, бир сорып горе ике. Добре, болелар позар кофе на ой и да. Мен сен біне бораман. Некобиз işлятшимыз мумкюн болган ескесима барлыгин айт кенде. Йет бей. Неке ось кутерны хайдады. Юзи ке оришныны макераги бар. Скутер хафа боли ботыргендыр. Некоб осені облашынды түтіші мені чахлымны чықар епті. Некобенге мана бусымны альт керешімні сорады. Хай, сенсі ма? Ахвален түзік ма? Мені яман чахлым чықар епті. Некобай чатады да скутерге копалмаме ла кіліпті. Мен хамча обам копал язаман. Ого! Дост еңі тарапын альш әлбәті яқш күйе. Лекен копал екбіран чавап берсек, макера яңады күчайып кетады. Добре, агер күреген ойнал жақлин чықай өткен болса, яғшысы вақтын ке дармақтан чықап, вазиятныму хоккен мақылып түнчіләні бол. Добре, сені хабар еңі башқар оқып, мақсы құшыны ойлап көр. Агер мен екуге жіда копал хабар язсам, муавал хапа болады. Кейнесе чакла чүгады. Анарын, мадират орыл ке копалмамыли хақына хабар бер. Назарымдегят түше мақылы күйізберді. Салам болis. Бістің казар екonу күрдіг. Бұсымна әліп күйініңе корахмық. Ахвалийм көрі. Чақланы чықыма ептім, а? Чақлы ма marcheептім, албатті яғқ. Никосов, в нем не забыла, но он не забыла обзор. Скоро мне, что? Он забыла, он забыла обзор. Я не знаю, что он не побывал. Я хочу сказать, что я не могу. здравствуйте дорогие ребята сейчас у нас урок математики и тема нашего сегодняшнего урока это округление натуральных чисел достали свои тетради учебники и запишем сегодняшнее число и тему нашего урока сначала проверим ваше самостоятельное задание примерно 72 вам надо было записать все эти неравенства в виде двойного неравенства как вы видите я уже записал свете со своим ответом и перейдем к следующему 73 задание вам надо было записать все числа натуральные которые меньше 7 это числа 1 3 4 5 и 6 0 это у нас начало отсчета следующем нам надо было записать числа больше 15 но меньше и 22 значит это число 16 17 18 19 20 и 21 следующем сравните следующие числа вот мы поставили знаки больше и меньше и сравнили эти числа сверьте со своими ответами проверили и переходим к следующему когда мы включаем выключатель вся комната сразу же озаряется светом и кажется что свету совсем не надо времени чтобы добраться до стен но делать многочисленные попытки определить скорость света в 17 веке скорость света считалось что она равна 300 тысяч километров в секунду а в 19 веке решили что она равна 300 13 тысяч километров в секунду а современные исследования показали что скорость света на самом деле равна 290 миллиона 792 тысячи 458 метров в секунду однако если вы спросите у любого образованного человека вам сразу же дадут ответ что она у нас равна 300 тысяч километров в секунду так как у нас хлопотно рассказал вот объяснять вот это запоминать вот это большое число не лучше ли нам сказать это округлить и сказать приближенно что она равна 300 тысяч километров в секунду также приведем пример представьте себе себе что длина пути между двумя железнодорожными станциями равна 7980 километров в таком случае обычно говорят что например так расстояние между станциями около 8000 километров если же было бы расстояние на 7032 километра поговорили бы что она равно примерно 7000 километров в чем разница посмотрите 7980 говорят что она приблизительно равно около 8000 километров 7900 8000 7032 километра примерно равно у нас 7000 километров когда по вашим происходит замена точного значения величины близким к нему круглым числом когда мы нам не надо уже знать точного значения например вас спросили сколько вам лет вы же не будете говорить что вам 11 лет 4 месяца 24 дня и 10 часов конечно нет вы скажете просто 11 лет и это уже ваш ответ считается округленным приближенным значением вашего возраста приведите в свои примеры использования приближенного значения величины подумайте ребята и приведите примеры таких примеров очень много даже в магазинах когда вы заходит цена 99 тысячи девятьсот девяносто сумм вы же не будете говорить что она 99 тысячи девятьсот девяносто сумм вы скажете просто что она у нас у вас равно сто тысяч сумм округление замена точного значения величины близким к нему круглым числом запишите это правило свои тетрадки ребята значит округление это замена точного значения величины близким к нему круглым числом как вы видите на примере 7 980 километров равно 8000 километров то есть мы его приближенно округлили и нашли что она равно у нас 8000 7 980 читается у нас приближенно равно 8000 7 1032 это приближенно равно 7 7000 значит знак волнистой линии означает приближенно равно запишем и переходим к следующему прочитайте приближенные равенства в каждом случае определить до какого разряда выполнено округление видите вас число 78 шестьсот девяносто один приближенно равно 78 тысяч и семьсот смотрите когда вас спрашивают то какого разряда выполнено округле это смотреть какое число осталось остались сотни а после сотни у нас округлились значитcks eleven округленно до соток и И у нас, дальше проходим, 34 290 приближенно равно 34 000. 34 000, как вы видите, единицы тысяч остались, значит, говорится, оно округлено до 1000. В следующем, 714 098 приближенно равно 714 000, то есть округлили до 1000. 854 123 приближенно равно 1 000 000, то есть округлили до 1000. 42 736 приближенно равно 40 000, то есть округлили до десятки тысяч. В следующем у нас уже, как видно, до десятки. Округлили до разряда десяток. Вот так мы определяем, до какого разряда округлили число. Вот это у нас правило. Правило, как округлять числа. Запишем. Сначала для того, чтобы округлить число, подчеркните разряд, до которого нужно округлить число. Затем сравните цифру, расположенную справа от этого разряда, с цифрой 5. Если у вас эта цифра меньше 5, значит, вы замените нулями все цифры, расположенные правее подчеркнутого разряда. А если эта цифра 5 или цифра больше 5, то вы должны увеличить цифру подчеркнутого разряда на единицу, и все цифры, расположенные справее ее, замените нулями. Вот так мы округляем числа. Запишите в своей тетради это правило. Переходим к следующему. Давайте округлим следующие числа. Число 564. Как вы видите, мы хотим его округлить до десятков. Число 6. Значит, смотрим число правее от нее. Это цифра 4. Как вы видите, сравним ее цифрой 5. Так как у нас 4 меньше единицы, то у нас остается неизменное количество десятков. И мы можем сказать, что 564 приближенно равно 560. Давайте следующее число. 568. Число округляем до десятков. Как вы видите, цифра справа у нас 8. Она у нас больше 5. Тогда к числу десятков мы прибавляем единицу. И получается у нас, что 568 приближенно равно 570. Давайте следующее число. 565. Число у нас, как вы видите, округляем до десятков. Справа у нас цифра 5. 5 у нас равна 5. Поэтому к числу десятков прибавляем единицу. И получается у нас, что 565 приближенно равно 570. Вот так мы должны округлять числа. Давайте дальше. Число 1327 килограммов. Давайте мы его округлим до тысяч. Число 1327. Как вы видите, цифра справа от тысячных. Это цифра 3. Цифра 3 меньше 5. Поэтому мы так и говорим, что 1327 килограмм. Это приближенно равно 1 тысяче килограмм. Следующее число 4400 километров. Округлим его опять же до тысячных. Цифра справа от разряда тысяч это 4. 4 она у нас меньше 5. Поэтому мы можем сказать, что она приближенно равна 4000 километрам. Следующее число 3531 километр. Приближенно оно равно у нас 4000 километрам. Так как у нас после тысячи разряда стоит цифра 5. Справа от нее 5 у нас равна 5. Значит, к разряду тысяч мы прибавляем единицу. И получается у нас 4000. Давайте следующее число. Опять до тысяч. Как вы видите, справа от тысяч у нас стоит 4. Цифра 4. Она у нас меньше 5. Значит, неизменно остается 3000 километров. Следующее. 2850. Цифра от разряда тысяч 8. 8 она у нас больше 5. Поэтому к тысячам прибавляем единицу. И получается, что она у нас 3000 километра. Следующее число 5642. Уже видно. Вы уже, наверное, запомнили, что цифра справа от тысячи. Это у нас 6. 6 у нас цифра больше 5. Поэтому мы к тысячам прибавляем единицу. И получается 6000 метров. Следующее число 6671 километр. Число мы округляем до тысяч. Тысяча у нас 6000. Правее от нее цифра 6. 6 она у нас больше 5. Поэтому к тысячам, к разряду тысяч, прибавляем единицу. И получается у нас что? 6671 километр приближенно равен 7000 километров. Округлите числа до подчеркнутого разряда. Число 7228. 3416. И число 175283. Как вы видите в первом, у нас до десятки. Значит, 2 остается, а 8 округляем. 8 у нас больше 5. Поэтому мы в двойке, который стоит у нас в десяток разряде, прибавляем единицу. И получается 7230. Следующим у нас получается, смотрите, округляем 6. Опять же больше 5. Поэтому мы к единице прибавляем еще один. И получается 3420. 3420. Следующее. 175283. Округляем уже. Вот 5 остается, а сотни, 200, мы должны округлить. 2 это меньше единицы. Поэтому мы к пятерке ничего не прибавляем. Получается 175 тысяч. До какого разряда округлили число? Посмотрите, что у нас округлено. Значит, здесь до десятки, потому что десятки остались. Здесь у нас получается до сотни тысяч округлили. Здесь у нас получается до тысяч. Дальше у нас получается до десяти тысяч. В следующем у нас получается до сотен. Сотни остаются, вот 300 у нас есть, как вы видите. А в следующем, в последнем у нас получается до 2 миллиона. То есть до миллиона округлили число. На выполнение самостоятельной работы задаю вам решить задачи номер 80 и 81 на странице 23. Там также надо округлить числа, найти их приближенные значения, а также точно знать, как округлять до каких-то разрядов. Там, например, скажем, округлить до разряда сотен, до десятки, до тысяч и так далее. Надеюсь, вы поняли сегодняшний урок и вы сможете с легкостью решить данное задание. На этом наш урок закончился. До свидания, до новых встреч, ребята! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Great – британский английский – означает слово «класс». Например, класс 5. Great 5 – пятый класс. В Британии вместо слова «класс» используется «great». Now, listen and say true or false. А теперь послушайте и скажите. Правда или ложь? Number 1 – Lucy's family is big. Is it true or false? Ответьте, ребята. True or false? Yes, it's false. Number 2 – Lucy's mom's name is Kate. It's true. Great! Well done! Отлично! Next, следующее. Number 3 – Lucy's father is a teacher. Папа Люси – учитель. Yes, it's true. Next, number 4 – Lucy's father and mother work at school. What do you think? Is it true or false? What do you think? Как вы думаете? Это правда или нет? Yes, it's false. Number 5 – Lucy's brother goes to the kindergarten. Please think and answer. Please think and answer. Пожалуйста, подумайте и ответьте. It's false. Number 6 – Lucy's brother's name is Daniel. Is her brother's name is Daniel? It's true. Great job! Number 7 – They have two cats. Yes, it's true. Number 8 – Lucy's granny lives in England. Is it true or false? Как вы думаете? Правда или нет? I hope you have right answer. Надеюсь, у вас правильный ответ. False. Thank you. You did a great job. Next activity. Activity 5 – Read the answers and write the questions in your copybook. А теперь, ребята, откройте, пожалуйста, тетради. Задание номер 5. Прочитайте ответы и напишите вопросы в тетради. Number 1. Например, Lucy Whitfield. Какой же вопрос можно составить к этому ответу? Lucy Whitfield. For example. What's her name? Да. Вопрос. What's her name? Как её зовут? Её зовут Lucy Whitfield. Are you ready? Вы готовы? 12. Next one. Number 2. The answer is 12. How old is she? Верно. Сколько ей лет? Number 3. England. England. Ответ. Англия. Какой же вопрос можно задать? Напишите. Write your answer, please. Yes. You are right. Where is she from? Number 4. For Clover Road. Are you ready? Вы готовы? Что? What's her address? Какой её адрес? Адрес проживания. Number 5. 283207. What do you think? Как вы думаете к этому ответу? Какой вопрос может быть? Yes. What's your telephone number? Number 6. Футбол. The answer is… What's your favourite sport? Какой её любимый вид спорта? That's all for today's lesson. На этом сегодняшний урок закончен. Now time for self-study work. А теперь запишем домашнее задание. Unit 1. Lesson 5. Page 93. Рабочая тетрадь страница 93. Look at activity 4 and write about Lucy. Просмотрите на упражнение 4 и напишите о Lucy. Thank you. Goodbye. See you next lesson. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok